давайте подумаем какие варианты вообще есть для жизни зимой в деревянном доме да вообще в любом почему я обращаю внимание на деревянный потому что мне кажется что деревянный дом лучше всего подходит именно для дома выходного дня поскольку циклы замораживания размораживания он переносит гораздо легче чем кирпичное строение ну и собственно говоря достигает нужной температуры гораздо быстрее и лучше итак а какие варианты есть для систем отопления первое самое удобное это газ но к сожалению поскольку наша страна газовый гигант мы весь газ стараемся продавать туда для себя почти ничего не остается вариант 2 чисто электричество ставим электрический котел и шарашим круглый год поддерживая температуру в доме именно чисто электричеством наверное даже предлагать не буду это очень дорого ваших знакомых наверняка есть свой опыт у вас наверняка то есть электричество очень дорого что есть еще дровяные печи отлично но дровяная печь требует от вас постоянного присутствия в доме если вы сюда приезжаете пару раз в неделю и там какой-нибудь рваный график или просто на выходные наверное это не совсем вариант потому что как только вы уехали дом остыл если не дай бог у вас сантехника находится внутри дома и на улице что в общем тоже вариант то вам нужно будет решать проблему а как же сделать так чтобы у вас не разморозились все системы водоснабжения вот что делать сливать каждый раз или заливать в унитаз водку либо какой-нибудь антифриз наверное можно но как-то слишком слишком сложно поэтому наверное это тоже не вариант пилетные котлы прикольная очень как бы экологичная тема но там есть одна большая проблема там очень много механических частей если вы ставите с котлом еще какую-то емкость которая вам позволит хотя бы неделю не засыпать в его бункер пилеты то вот эти механические части рано или поздно выходят из строя и скорее всего рано поскольку качество пилет на пилет который готовится в россии но она не всегда сад соответствует тому уровню который требует производитель но и плюс производителя когда читаешь интернет в интернете информацию о пилетных котлах все что связано с каждом так нижней линейкой по цене волосы становятся дыбом то есть ты покупаешь некий агрегат который тебе еще нужно будет потом оптимизировать что-то подтачивать подстукивать подпиливать и прочее это меня очень сильно напугало хорошие технологичные котлы пилетные стоит каких-то запредельных денег то есть цена качество и как качество услуг которые ты потом получаешь от котла на мой взгляд не сопоставимо и третий вариант это тепловые насосы разных разных видов делятся они на несколько типов по тому как каким образом они передают тепло из окружающей среды в сотен гаря вам дом первый тип это котлы вода вода ну вода условно да поскольку в контурах у вас скорее всего будет антифриз что это значит это значит что у вас на улице и лежит под землей на глубине промерзания или чуть ниже большой большой тепловой контур в котором перемещается рассол который передает тепло собственно говоря в нос внутрь теплового насоса там отбирается с помощью всяких хитрых механизмов хотя на самом деле не хитрых это обычный кондиционер который просто мы переворачиваем вот вы же иногда используйте кондиционер для обогрева вот тот самый принцип работает и здесь только в случае теплового насоса он именно заточен на то чтобы не давать холод а именно отбирать тепло значит первый тип мы обсудили это вода вода второй тип это воздух вода то есть когда у вас внутри отопление сделано на основе жидкого теплоносителя то есть это может быть вода или антифриз и у вас просто либо теплые полы либо радиатор в общем то что вы считаете нужным используется в доме вот а тепло мы получаем из воздуха многие думают что вот в наших широтах это нереально это не будет работать ошибочка современные тепловые насосы эффективно работают практически до минус 25 у меня есть знакомые которые живут на севере швеции и у них вот ровно такой тип тепловой насос они прекрасно себя чувствуют поверьте и последний тип это тип тепловые насосы воздух-воздух то есть фальф фактически это обычный кондиционер но который заточен на то чтобы чтобы работать на выделение тепла разные преимущества и особенности работы этих систем я расскажу в одном из следующих видео